Я приглашаю к докладу начальника отдела социально-гигиеничного мониторинга Департамента Санэпидемслужбы Тулышева Егения Александровича Доклад на тему анализ качества атмосферного воздуха в городе Сафорожье по результатам проведения мониторинга Уважаемые коллеги, для Санэпидемслужбы контроль за качеством атмосферного воздуха в городе Сафорожье является одной из приоритетных задач таким образом на сегодняшний день Поэтому на сегодня контроль такой в городе Сафорожье проводится в более чем 60 условно обустановленных точках контроля и проводится по 28 ингредиентам Пожалуйста, следующий слайд На этом слайде вы видите результаты нашего контроля за 5 лет Четко видно, что приблизительно загрязнение атмосферного воздуха остается на одном и том же уровне с очень небольшим снижением Пожалуйста, следующий слайд Здесь мы видим сравнение проб с превышением предельно допустимой концентрации в целом по городу Сафорожье с маловым выбросом от стационарных и стойких Тоже видно, что некая корреляция в этом плане наблюдается И хочу обратить ваше внимание, что тем не менее за последние годы все-таки произошло достаточно существенное снижение проведения атмосферного воздуха в городе Сафорожье Небольшое нас не устраивает Прокомментирую то, что вы видели В нами в Санкт-Петербурге города только за 6 месяцев нынешнего года в городе Сафорожье произведено 620 троп атмосферного воздуха во всех районах города из них 108 это 17,4% было с превышением предельно допустимой концентрации По сравнению с прошлым годом разница не очень большая в прошлом году было 20% с превышением предельно допустимой концентрации Анализируя эти данные можно констатировать, что зарядение атмосферного воздуха в городе по нашим лабораторным данным остается на высоком уровне с достаточно незначительным снижением снижение это связано как с выполнением от этих охранных мероприятий вообще на Запорожьстале обломашина номер 1 так и с нестабильной работой наших промышленных предприятий все мы знаем, что предприятий простаивали или работали улетнично в 2015 году в первом полугодии наиболее воздух был загрязнён в Жабневом районе это почти 29% от всех охранных в Шевченковском районе в районе Шевченковского промузла это 22,9% в Ложенкизовском районе в 18,5% в Шевченковском районе 17% от общего количества 70-х вывод с превышением допустимой концентрации остальными завязнителями воздуха остаются пыль 59% от всех от органов с превышением ПДК пенол 68% серовнород 47% и серовнород 42% на эти 4 вещества приходится наибольшее количество завязнений в городе Запорожье необходимо отметить что основной причиной загрязнения как тут уже говорили остаются устаревшие технологии и оборудование которые уже к сожалению не в состоянии обеспечить современные требования к качеству атмосферного воздуха ну и частично в свой класс в метеорологические факторы наш город расположен в такой зоне для которой характерны неблагоприятные условия рассеивания вредных выбросов штили температурные инверсии и так далее которые способствуют накоплению выбросов приземного слоя и ну очень характерны особенно в ночное время для нашего города и вот как бы вот тут можно посмотреть это основные загрязнители и отчеты которые которые говорят пожалуйста Вячеслав наиболее загрязненные районы и наименее загрязненным районом у нас остается Куркинский район зеленый цвет и район Песлов в коммунаровском районе пожалуйста это у нас опять же проценты по районам нашего города пожалуйста основным загрязнителем города так или иначе остается комбинат Запорожстаг по данным областного комитета по статистике вот процент вклада в загрязнение трансферного воздуха это пыли опять же запорожстаг а вот это по фенолу тут картина немного другая видите что бухгардит и запорожков дают наибольшие вклады за загрязнение трансферного воздуха ну и по следующим соединениям опять же запорожстаг будут выходить на первое место пожалуйста следующий слайд хотелось бы пару слов сказать о связи между загрязнением атмосферного воздуха и заболевания ну много на этот счет говорится но хочется сказать что прямой ясной и четкой связи нет и быть и может между загрязнением воздуха и здоровьем как вы видите вот показатели неинфекционной заболеваемости запорожской области за первое полугодие 2013 года видите что наиболее темный свет это наиболее высокая неинфекционная заболевательность запорожье в этом плане не на первом месте я это к тому что постоянно пытаются некоторые средства массовой информации ну так вот напрягуя заболеваемость и выделение атмосферного воздуха связь здесь более сложная и непрямая пожалуйста следующий слайд это динамика заболеваемости видите что три нозологии у нас так вот зарегируют это заболевание органов кообращения 38% органов дыхания 19% болезни эндокринной системы и в общем-то скажем так тенденции к какому-то яркому росту нет пожалуйста следующий слайд здесь у нас анализ по целому ряду городов области по такому показателю как новообразование опять же вы видите что целый ряд районов и городов превышают среднеобластные показатели что опять же Запорожье не на первом месте и хочу сказать что вот вот эти данные требуют внимательного изучения и дальнейшей как бы обработки ну да спасибо за внимание большое спасибо большое спасибо и спасибо